Жизнь в совхозе имени Ленина идет своим чередом. В целом люди живут счастливо. Чего желают и остальные. Утром 20 марта 2022 года какие-то странные люди, представившиеся журналистами, на улице пристали с расспросами к директору ЗАУ совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Павел Николаевич зашел вместе с журналистами, который попросил, чтобы они предоставили документы, чтобы я их записал. А потом проводил к нему. Господа, вы не видите? Спасибо. После того, как я их попросил предоставить документы, ранее, чтобы они начали копаться в телефонах, после этого попросили на улице и бегом убежали. Когда они вышли из офиса, к ним подбежала местная жительница и сказала, что Павел Николаевичу обиду не дадим. Сейчас пойдем соберем народ и будем стоять за совхоз. С мужем и сыном шли в детский сад по аллейке в сторону прудов. Увидели Павла Николаевича. Обычно он идет спокойно и здороваемся. На этот раз получилось так, что не до этого было. Я смотрю, его один с камерой снимает, девушка рядом какая-то. Явно не похожа на каких-то доброжелателей, которые встретили его поздороваться. И я подошла, спрашиваю, с какой целью вы здесь, может быть, вам пояснить что-нибудь от лесожителей. Я говорю, я в ЗАО не работаю, просто обычный житель. Я говорю, ну может быть, давайте, задавайте нам вопросы. Ну вот, цены поднялись, я говорю, ну вы президенту задайте вопрос. Я говорю, почему здесь Павел Николаевич? Действительно, почему не задать эти вопросы правительству России? Заодно спросив, почему дорожает бензин, продовольствие и тарифы ЖКХ? Они говорят, что это, ну он же владелец земель. Нас, к сожалению, здесь не очень информируют о внутренних делах ЗАО. Мы не в курсе, у кого какой процент акций. Но если Рота Агро на всех вот здесь вывесках пишет, что они основной акционер, или как-то там это называется, мы не вдаемся в подробности. Почему они им вопросы не задают? А почему вы с нами так разговариваете? Я говорю, а как с вами разговаривать? Нам РЕН-ТВ приезжали по поводу КНС. Мы тоже как бы случайно оказались на месте. Вы увидели там толпа. И сняли такой репортаж, что я их попросила. Ребята, вы можете, вот мы, жители, давайте мы вам все поясним. Почему вы от нас бегаете? Зачем вы? Какие-то слухи. Мало то, что они их собирают, эти слухи. Они еще сами распускают. И, в общем, в РЕН-ТВ наши все, кто жители нормальные, адекватные, местные, кого мы знаем, все интервью, которые у жителей брали, они просто повырезали. Какого-нибудь олигарха, если он действительно олигарх, они много видели олигархов, которого можно на улице вот так вот догнать еще и навязываться. Поэтому я не понимаю вообще, зачем им это надо. Я сказала, что нас это не устраивает. И мы будем вот такие вот попытки вмешиваться в наш как бы внутренний уютный быт. Мы будем пресекать. Я говорю, если надо будет, я здесь встану. Сколько надо, столько будем стоять. Поэтому мне, конечно, очень стыдно. Может быть, я где-то голос повысила. Но я сказала, что совхоз мы им не отдадим. Не хочу потерять этот светлый уголок, который мы любим. Дорожим им. И не дадим в обиду вот так. Сейчас такая погода еще отличная. Весна. Зелень такая яркая. И идешь, особенно по прудам, там сейчас все убрано. Красиво. Начинает цвести там. Вишня зацветает. Яблони декоративные. Очень неприятно, когда вдруг за тобой какая-то шелупонь бегает. И по родному совхозу, получается, пройти спокойно нельзя. Их не устраивают наши цены почему-то. Но когда люди начинают хвалить нас, цены устраивают. Их все замечательно. Камеры в этот момент отключают. Слушать правду не хотят. Выбирают выборочно. Что им только вот надо. Мы решили поинтересоваться у самих покупателей. Довольны ли они ценами в нашем совхозном магазине. И вот что они нам ответили. Магазин открыл для себя недавно совершенно. Сколько лет живу здесь в Подмосковье. Вот такой магазин. Вообще шикарный. Детки у меня живут в Ревутове. Двойняшки. Близнецы две девочки. И вот я специально сюда езжу за молоком. Каждую субботу, воскресенье. Вот сегодня пятница. Приехал в пятницу. Здесь нисколько не выше цены. Чем в магазинах, вот в сетевых маркетах. Там пятерочки взять. То есть цены очень здесь приемлемые. Я пенсионерка. Я как бы могу себе позволить вот здесь. Понемногу, но отовариваться. Мы ходим каждый день через день в этот магазин. Покупаем то творожок. А молоко так вообще отличное. Пойдешь там в другой магазин. Там 100 и за 100. А здесь 70 рублей. Пожалуй, в табирине не хочу. Все вкусное очень. И сыры. И сметанка. И дешево. Гораздо дешево по сравнению с другими магазинами. Сегодня было видно, как за вами следовали какие-то люди. Ну, вроде как похожие на журналистов. Вот. Что они от вас хотели? Ну, во-первых, это уже третий день, когда они гоняются за мной. И там есть два вида журналистов. Это официальные журналисты. Хватывают с камерами и с микрофонами. Это те, которые приезжают на машине «Известия», «РНТВ». И есть вот эти вот, скажем так, блогеры, не блогеры, не знаю, но которые наняты рейдерами. Хотя мы знаем, что и «РНТВ», и «Известия» работают в интересах рейдеров. И главная задача – вывести коллектив совхоза меня из спокойного состояния, дать нам работать, дергать, и пытаться как-то потом фальсифицировать информацию. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? В три часа ночи. Идиот. Кому-то еще не нравится, что в совхозе все хорошо. Что в совхозе люди уважают, любят друг друга, помогают друг другу. Обращаясь к жителям совхоза, посоветовал и попросил их не терять бедительность, но надо именно сохранять спокойствие, потому что ничего тут не происходит. Они, конечно, вредят. Многое из того, что, к сожалению, мы могли бы сделать, мы сейчас не можем сделать. Даже вот дворец культуры, который они захватили, так никак не могут вернуть нам. Хотя это собственностью совхоза имени Ленина находится здание. Они дают им проводить ремонт, срывают наши мероприятия. Ну и потом, ну скажем так, ну просто как у нас простолечие гадят нам. Ну мы к этому спокойно относимся. К сожалению, на наши заявления ни прокуратура, ни полиция не реагируют. Но это объяснимо, потому что именно власть их поддерживает. В этом уже нет никаких секретов. При этом некоторым журналистам, которых постоянно заставляют делать заказные сюжеты про Павла Грудинина, эта работа явно не приносит удовольствия. Вот как один из таких операторов выразился на этот счет. Грудинина, во что бы он знал себя, блин. Залобал, я его люблю. С вами как всегда был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте распространить это видео, ставить лайки и писать комментарии. Также поддерживайте нашу работу финансово. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok